Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 727. События дня. За 9 декабря 2017 года. Иисус Новин 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот документальный фильм, называется «Реформация 500» протестантам. Посмотреть, как люди уверовали в Бога и стали протестантами. А потом Бог открыл им истину, и они стали православными. Ривка, спаси Христос. Я послал ей мою беседу с Александром Менем, и она говорит, я как будто в этом диалоге поучаствовала. «Слава Господу, Игнат Тихонович, сегодня состоялась моя первая в жизни исповедь». Это люди, близкие к мессианским евреям. Это воистину таинство. Ихтушенко Сергей. «А откуда они берут, что дети убитые абортом идут в ад?» Ну, там один собирает всяких бабок там полоумных, бредни пьяных старух. И вот она, бабка, это там сидит и городит такое. А другие слушают. А вот Сергей правильно говорит. «По-моему, это убившие в ад идут, а не убитые. Человек, сделавший 4-5 абортов, на сколько лет отучен от причастия?» Ну, если по американским меркам, за один абор 10 лет. Правило Василия Великого второе. Ну, это умножая на 4 на 5. А тут переворачивает. «Все, чтобы молились об убиенном. А о себе можно не молиться. Поп все равно три месяца поклонов даст и вперед». «Итак, это бредни пьяных старух и детские страхи. Души, отделившиеся от тела, уже невозможно блуждать здесь, потому что души праведных в руке Божией». Примудряя Салмона 3.1. «Если же души праведных в руке Божьей, то и души детей, так как они, не сделались еще злыми». Иоанн Златоус. «А то абортированные в аду будут, свет они будут видеть». Роман роликов. «Мир вам, братья, можно вас познакомить с некоторыми постоянными вопросами и ответами по поводу якобы попыток оправдания борьбы с врагами, людьми с силой и оружием против плоти и крови врагов людей, демонами. Ну, там приводят филарет, как их любить, ненавидеть, это врагов-то, то сделать с врагами и прочее». «Да проще можно отвечать. Пошел Родину защищать. Сел в танк, выстрелил в здание. А там невинные люди, которые воевать-то не хотели. Как за это перед Богом отвечать? Или то, что поп водой окропил пушку и все простится? А если не будешь стрелять в военное время, куда скажут?» «Трибунал, как минимум. А то их к стенке поставят. Я уж не говорю про отправку таких вояк борящей точки по всему миру в угоду финансовым интересам сомнительных людей». Сергей Игнатов. «Мир вам!» Как сказал Козьма Прутков, то есть Козьма Прутков – это несколько человек жемчужников под одним именем, «невозможно объять необъятно. Это относится и к познанию Бога, которого мы обязаны познавать, чтобы наследовать Царствие Божие. Сегодня я через романов, роликов познал, скрытые для меня доселе смысл слов о том, кто и что есть вражеского в домашних моих. Никогда сам не подумал, что это затаившиеся во мне страсти и нечистые духи, но для меня во Христе они чужие в доме души моей. То-то они не хотят, чтобы я молился по слову царя и пророка Давида семь раз в день и ночью прослаблять имя Господне». Арман Проликов. «Игнат Тихонович, мир вам! Разрешите мне при появлении у меня возможности перевести на YouTube ваши файлы, начитки Библии, а на затаусте и других файлов?» Я отвечаю, в любое время, пожалуйста. Ривка. «Безусловно, война и оружие – зло. И участие в этом христианину совершенно неуместно и неправильно. Любите врагов ваших, у нас есть к истинному православию, там такая глава, там все-все сказано. Но у меня рождается непонимание, что делать с многочисленными воинами жития святых, которые мученичество принимали за имя Христова. Что делать? Ничего не надо делать. Неправильно, и все. Бог судей им. Некоторым ангелы являлись, говорят, взять меч. Но являлись или нет, зачем я буду верить-то? А может, сатана являлся в виде ангела, принимает вид ангела света? А если это ставить под сомнение, то автоматически другие моменты в житиях ставятся под сомнение. Но другие не надо ставить, потому что сходится с писанием. Я, Роман, отвечаю, совершенно свободно пользоваться. Доступ всем не ограничен. Берите, распространяйте, тем лучше для многих будет сие. Ну и стихотворение с эпиграфами. Третья книга, царь 2.35. И поставил царь Соломон в Анею, сына Ииадаева, вместо его над войском. Управление же царством было в Иерусалиме. А Садоха, священника, поставил царь первосвященником вместо Виафара. Молчать об истине, считая преступлением, об истине, в которой польза всем. Да было бы поменьше жирной лени, нужду избыть и множество проблем. А за молчанием, в слове окаянство, нет дела нам небрежны и ленивы. Неэкономно утонули в пьянстве, считали не беда стаканчик пива. Молчать о том, что церковь молчалива и патриарх превыспренний молчун. Не стоит ахать, что нас носит кривда, нам всем хана, каюк и карачун. А нужно было бить набатным звоном, колоть колокола на колокольнях. Немногим высветилось этот шаг резонный. Стонали-ахали, кому досадно больно. Так не молчите же, попы, учителя, в ком вера не проявлена доселе. Вам ли год полтысячи опять молчать велят? Пир при чумном застолье и похмелье. Голосовые связки не жалейте. Связать преступное не все нам по плечу. Брюжать начнут епископы-калеки и, самое главное, в куколе молчун. Пусть слово Иегова прорастет нескоро. Жнецы другие подоспеют к сроку. Заутаенная страши с небес укоров. Легко стать истинным, гнусавым лжепророком. Не облака, а пена в божьей чаше. Кипит вином, возмездием достойным. Пусть и немой благовествуя машет, на пальцах высветит, как собеседник тонет. В молчании скрыта гробовая тень, не слышащим, что скажет Иегова. Дилемма вечная. Соединиться с кем? Быть благовестником? Молчальником Леновым. 9 сентября 2005 года. Если ты промолчишь в это время, Испирь 4.14, то свобода и избавление придет для Иудеева из другого места. А ты и дома отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Показать наши ресурсы. Это мой мир, самый любимый у меня, где я в шапке, тут можно приходить, смотреть, mail.ru, мой мир. Очень богатый у нас здесь сайт. Вот 21 тысяча наших фотографий. Друзей 4 260. Видео 7690. На 1200 с лишним меньше, чем на нашем канале. Ну и вот видеоканал. На свете Библии. 1200 с лишним. Вот канал, видеоканал. Пожалуйста. Сегодня выставил тоже 10 роликов. Теперь будет еще даже одно. Вчера уже два тома закончил мне. Новиков Сергей Александрович. Добротолюбие. Ну вот 173 человека уже пришло. Ну и во свете Библии наш сайт. Тут вопросы и ответы. Ну и этот канал повторно здесь есть, можем убрать. Вопросы я отдельно выношу и может сейчас взять государство. Это тема такая, я ее сцена беру. Вопрос 3078, 16 том открытым оком. Вы говорили, что губернатор Евдокимов, Алтайский край, хотел приехать в Потеряевку. Может быть тогда он ушел бы из жизни другим? Что за бера у него была? Ответ. Мне даже неизвестно, знал ли он вообще про существование нашей Потеряевки. Но когда к нам на улице Ползунова 6 приезжал артист Золотухин, Золотухин, Валерий Сергеевич, то есть кинорежиссером Кузнецовым Владимиром Сергеевичем, то Золотухин очень заинтересовался нами и высказал мысль, что осенью могут приехать с губернатором. А был ли у них между собой разговор, того не ведаем. Конечно же, было бы сказано Михаилу Сергеевичу многое по Библии о спасении его души. Мне его очень жаль. Но если бы он оказался во время литургии у нас, то был бы выведен вместе с соглашением в притвор. Да с миром изыдем. Вот что о нем узнаем из интернета. Мало знает кто, что губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, трагически погибший в минувшее воскресенье, за короткий срок своего правления, около полутора лет, сумел показать себя не только в качестве народного политика, который борется с костной корпорацией чиновников. Евдокимов был одним из примеров верующего православного человека, так называемого практикующего, не навязывающего свою веру представителям окружающим, и терпимо относящегося к представителям инославных религиозных объединений. Для многих благочестивых православных людей, занимающих большие посты, веротерпимость заключается лишь в вежливом отношении к мусульманам и индуаистам. А открытость Евдокимова к протестантам или католикам парадоксально воспринималась как составная часть его народного образа. В русских народных сказаниях искренняя вера часто сочетается с подозрительностью к священнослужителям, попыткой выявить реальный корыстный интерес, который стоит за их витиеватыми словесами. Определённая дистанция в отношениях с православной епархией была и при Евдокимове, хотя избранный губернатор не скрыл того, что он православный. В кабинете главы края висело множество икон. Кроме того, при вступлении в должность Михаил Евдокимов принял от епископа Барнаульско-Алтайского Максима Дмитриева икону и поцеловал её, получив таким образом церковное благословение на свою работу. Однако за видимой маской благополучного соработничества епархии и краевой власти скрывалось, наверное, одно из первых разочарований губернатора в тех людях, которые изначально должны были бы включаться в созидательную деятельность вместе с новым губернатором. Знаете как, теперь уже его нет, и вот теперь всё это рассматривают как. Отношения епископа Максима и губернатора Евдокимова оставались довольно прохладными, прежде всего потому, что в ходе губернаторских выборов владыка Максима открыто во время воскресной литургии поддержал кандидатуру соперника Евдокимова, коммуниста Сурикова. А с новым главой региона отношения так наладить и не смог. Парадоксально, но для православного губернатора испытанием стало не только сопротивление бюрократии всем его начинаниям, но и строптивость эпархиального начальства. В интервью автору главный специалист Комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, религиозными и общественными объединениями краевой администрации при Евдокимове, Марина Волобоева, зав. кафедры теологии Алтайского государственного университета, отмечала, что епископ намеренно создает вокруг себя нездоровую психологическую ситуацию. В частности, владыка поссорился с рядом глав местных администраций края, отказывался освещать храмы, построенные на средствах главы районов, и вручать им церковные ордена, решение о вручении которых было принято церковным руководством Москве. Барнаульского епископа Максима, безусловно, раздражало то, что верующий правитель края проявляет самостоятельность и не исполняет все просьбы и указания епархиального руководства. Например, Михаил Евдокимов практически сразу после своего избрания принял окончательное решение о возвращении епархии здания архиерейского подворья в Бийске. Ранее процесс возвращения здания затягивался местными властями, хотя именно в Бийске находился центр алтайской православной миссии среди коренных народов Алтая. Наряду с этим краевые власти не собирались передавать епархии бывшее здание православной церкви в Барнауле, где действуют планетарии, так как в защиту планетария специально собирали подписи школьники города. Проблемы возврата церковной собственности решались Евдокимовым строго в рамках закона, с прагматичных позиций и при внимательном отношении к конкретному человеку, кем бы он ни был епископом или школьником. Обычные для большей части православных епархий требования вернуть имущество в полном объеме, невзирая ни на что, дополнялись в Барнауле другими обычными требованиями пресечь деятельность тоталитарных сект в крае. Надежды епархии на антисектантскую позицию губернатора, видимо, были особенно сильны после публичного благословения Евдокимова иконы. Тем не менее, и после целого ряда ритуальных действий, призванных заставить главу региона исполнять просьбы епархии, Михаил Евдокимов не высказал публично свою позицию по отношению к какой-либо религии и не выступил в поддержку какой-либо одной из самых традиционных конфессий. При этом отношения администрации края и религиозных организаций заметно потеплели при Евдокимове и стали более прозрачными. Губернатор стал поздравлять с праздниками и православных, и мусульман. Евдокимов также встречался со старобрядческим митрополитом. По словам Марины Волобоевой, в первое время губернатор больше внимания уделял экономической ситуации в регионе, сбору урожая и бюджету края. Из-за финансовых проблем краевые власти не стали оказывать материальной помощи ни одному религиозному объединению, даже православной епархии. Жесткое отношение Евдокимова, администратора, ко всем чиновникам отразилось и на его восприятии сравнителем молодого епископа Максима, 1961 года рождения, который воспринимал свою епархию как маленькое авторитарное государство. До 2001 года, когда он был назначен барнелл-епископом, Максим заведовал регенским отделением в Тобольской семинарии, а с 2003 года продолжал свое образование уже в качестве студента политологического факультета Алтайского университета. Естественно, что все студенческие требования владыки Максима Михаила Евдокимова воспринимал скептически. Непосредственно исполнявши все поручения Евдокимова в области религиозной политики, Марина Волобоева в ответ на вопрос о том, как складываются отношения власти прежде всего с неправославными христианскими конфессиями и какую роль в политике администрации играет епархия, подчеркивала, что власти обязаны сдерживать напор критики со стороны православных в отношении религиозных меньшинств. По словам Марина Волобоева, чем больше мы сдерживаем православных, тем лучше межконфессиональные отношения. Если разрешить православным все, то наступит хаос. Вслед за краевыми властями взвешенную толерантную политику сдерживания агрессивности православной епархии стала проводить мэрия Барнаула. К примеру, представители епархии городские власти запретили проводить антисектантский крестный ход. Во время богослужения адвентистов в Барнаульском дворце спорта. Для того, чтобы не наступил хаос в межрелигиозных отношениях при Михаиле и Дакимове, была заведена традиция проведения регулярных встреч с губернаторами и чиновниками с религиозными лидерами края. К примеру, 11 октября 2004 года по инициативе краевой администрации был проведен семинар для религиозных лидеров, посвященный противодействию терроризму. На семинар были приглашены не только представители православной епархии мусульманской общей, но и лидеры католического прихода, евангельских церквей и других зарегистрированных объединений. Краевая администрация и при Дакимове выработала новый для России принцип построения отношений с религиозными организациями с точки зрения их общественной пользы. Чиновники стали отмечать, к примеру, эффективность социальной работы, проводимой пятидесятниками в рамках их реабилитационных центров для заключенных, наркоманов и бомжей. Представители администрации, в частности, посещали реабилитационный центр для наркоманов во Власихе. Недалеко от Барнаула организована пятидесятническая церковь «Новая жизнь». Чиновники не протестуют против того, что материальную помощь на создание реабилитационного центра пятидесятникам оказывают многие алтайские предприниматели. Более того, городские и краевые власти, в частности, оказывали существенную помощь пятидесятнической церкви, предоставили место и профинансировали организацию лагеря для детей и инвалидов края. Народная вера Евдокимова, которая по-крестьянски просто и не допускает никакого насилия, оказалась в полном противоречии с официальным православием, которое силу власти использует для того, чтобы показать мощь и величие церкви. Политике Евдокимова был чушь подобный бессмысленный пафос. Безусловно, за полтора года правления Евдокимова удалось немного, а показать существо веры человека на столь скудных примерах вообще невозможно. После избрания Михаила Евдокимова, многие политологи говорили о том, что политическая система страны дала сбой, если артистам так легко стать губернаторами. Он использовал только свой имидж и как мужика, человека из народа, твердили известные политтехнологи. И действительно, во время правления Евдокимова оказалось, что система российской жизни дала сбой, так как и церковная, и светская бюрократия сочли внимание к простому человеку предательством своих интересов. Роман Лункин для портала Кредо.ру «Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели». Матфея 5.16 «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Осия 8.7 «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Вот, епархиальный номер. «Разобиделись на Марину Волобую». Вот ее два номера. А она говорит, что никому подобного интервью не давала и никакого Лункина не знает. Конечно, Евдокимов не знал евангельской веры, а знал некие простые обряды, как все. Приятно вечером добраться до постели, когда тепло и на душе светло. Такая благодать и на душе, и в теле, что, кажется, вновь в детство к нам пришло. И значит, то, что время, что зрим под одеялом, когда заботы не тревожат, намного лучше, что до сна оставил, сомнения, недостатки и неправды в прошлом. И утром так не хочется вставать, понежиться бы лишнюю минутку. А значит, то, что есть, все под кровать, считая сон за лучшее, что в сутках. А сон есть смерть, мы так и говорим. Спи, дорогой, земля, да будет пухом. Жизнь начинается, а это только грим на сцене, где людишки, а не люди. И каждый день, вернее, даже ночь, мы в гроб в постель ложимся, протянувшись, хотя со временем аврал и дефицит не в мочь. Но сну мы выкроем часок, и он есть лучший. И значит, подсознательно из Рима мы проповедуем о лучшем воскресенье, когда воспрянет прах и образ примет при ангельской трубе пророст росток весенний. И так у каждого в лачугах и в дворцах сны отрубают суету, тщеславие, чтоб заглянули в нечто в наших снах и разожгли, и потушили пламень. То есть увеличить любовь, но потушить это, значит, закончить. Сны обрамляются молитвами и страхом, открещиваемся от воров пожара. Уже проснувшись, будем только ахать, с кем был и где, и не один на пару. Последний сон у каждого настанет, он будет тёмным, длинным, до суда. Привычное сгорает мироздание, как вор незнаемо пришествия Христа. Первого апреля 2006 года. Вот на сегодня хватит.